Это фото с молодым отцом и родившимся малышом, опубликованное в коммуне 80 лет тому назад, бесценная реликвия семьи Тареевых. Ребёнок, родившийся летом 43-го, стал одним из первых, кто появился на свет в освобождённой от врагов столицы Черноземья. На историческом снимке отец и дед Людмила Тареевой. Впервые публикацию в коммуне ей показала бабушка, у которой тогда гостила Людмила. Когда я ещё ребёнком была, и там приехала к бабушке в деревню, бабушка мне показала газету коммуну за 43-й год. И говорит, наверное, тебе будет интересно. И вот там, в этой газете коммуна, говорилось о том, что у старшего лейтенанта Тареева родился сын, что это первый ребёнок в послевоенном городе Воронеже. Вот и снимок был, где медсестра улыбающаяся держит маленького мальчика на руках, а вот этот старший лейтенант Тареев, мой дедушка, он с таким интересом и с такой робостью смотрит на этот маленький живой комочек. И я вот запомнила этот снимок и запомнила эту информацию. Так случилось, что в своей жизни Людмила ни разу не видела своего дедушку Георгия Тареева. Бабушка рассталась с ним, когда её отцом было всего 4 года. В дальнейшем бабушка вторично вышла замуж, а о дедушке Людмила Тареева долгое время ничего не знала, за исключением той маленькой заметки в местной печати и пары фотографий в семейном альбоме. И вдруг я вспоминаю фотографию в мамином альбоме, я что-то не каждый раз заглядываю, и фотографии мужчины в военной форме. Я знаю, что это мой дедушка. Ну, маме вопросы задала. Она говорит, да, это Славин, ну, папин отец. И понимаю, что кроме имени, но по отчеству своего папы Георгий и кроме фамилии Тареев, я ничего не знаю. Я не знаю, когда он родился, я не знаю, когда он умер. Я вообще ничего о нём не знаю. Увы, поиски родственных связей в социальных сетях успехом не увенчались. Замкнутый круг разорвался три года назад во время встречи с двоюродным папиным братом, сыном бабушкиной сестры. До этого мужчина вёл закрытый образ жизни и сам избегал общения с родственниками. Но когда серьёзно заболел, сам вышел на связь. Будучи по профессию журналистом, дядя Вениамин Саулов бережно хранил многие документы. Самым ценным из них было свидетельство о рождении отца Людмилы Тареевой, благодаря которому стало известно отчество дедушки. И это невозможно было найти. И я, и папушка тоже была, ушла в тот мир. Поэтому свидетельство о рождении папиным у этого человека, он оказался настолько тщательно хранил все документы, и я нашла это свидетельство о рождении. И с этого всё пошло движение, потому что я увидела отчество своего деда, и уже появились сайты подвиг народа, память народа. Уже появилась какая-то зацепка, и я стала искать. И вот эта вот ниточка стала раскручиваться. Что любопытно, черты лица прадеда унаследовал сын Людмилы Тареевой Никита. Даже профессия у Тареева старшего и младшего оказалась одна на двоих. Именно сын помог Людмиле Вячеславовне найти архивы о подвиге деда. Говоря о связи поколений, Тареева не скрывает своих слёз. Дедушка, он был по образованию учителем, историю, географию, конституцию преподавал. И когда я увидела эту фотографию, я тут расплакалась. А сын в соседней комнате, он учитель математики по образованию, он в это время по компьютеру вёл занятия. И я вывела на сотовый телефон и поднесла эту фотографию сыну показать. И вот он цыкает, наш. И я говорю, да, сынок, наш. Но самое главное, удалось узнать, что Георгий Сергеевич Тареев был настоящим героем, который вместе с боевыми товарищами сумел не только остановить врага, но и взять ценный трофей. Вот дедушка проявил смекалку. Со фланга они зашли и опрокинули они врагов в реку Воронеж. И после того, как всё закончилось, бой закончился, 120 солдат и офицеров лежали на берегу. Четыре из пяти танков они подбили и тоже их взяли в плен. Как говорится, пулемётов взяли четыре. И 100 винтовок где-то, 20 автоматов. Вот такая у них была табыча военная. Согласно документам архива, старший лейтенант Тареев, находясь в сложной обстановке под градом бомб и разрывов снарядов, лично провёл взрыв моста через реку Воронеж, тогда, когда главный немецкий танк достиг середины моста, тем самым остановив фашистских захватчиков. За это Георгий Тареев был награждён Орденом Красной Звезды. Очень плохо, конечно, машинки был напечатан, долго очень разбирала. Но вот узнала о том, какой дедушка совершил подвиг 7 июля 42-го года. Что он, оказывается, был защитником Воронежа, поскольку путь его начался, он сам родом из Саратовской области, но как бы вот судьба забросилась сюда. Георгий Тареев был дважды ранен. Он умер 14 сентября 1976 года в возрасте 57 лет. Единственное, что ещё не удалось выяснить Людмиле, где именно похоронен дедушка. Известно, что после войны Георгий Сергеевич жил с новой семьёй в Иртильском районе, и по информации родственников, у него родилась дочь, которую назвали, как и нашу героиню, Людмилой. Но пока что-либо узнать о ней Тареевым не удалось. Хочется верить, что это вопрос лишь времени, и в конечном итоге Людмиле и Никите Тареевым удастся найти не только родственников, но и могилы дедушки, защитника Воронежа Георгия Тареева.